Николай Меркушкин выступил с рядом предложений на заседании Президиума Госсовета под председательством Владимира Путина. Напомню, прошло на накануне в Новосибирске и было посвящено совершенствованию сети автомобильных дорог. Для Самарской области тема более чем актуальна, особенно в рамках подготовки к Чемпионату мира 2018. Акценты такие. Объемы строительства дорог в регионах в ближайшее время предстоит удвоить, при этом особое внимание к качеству и полностью исключить коррупционную составляющую. Главы регионов высказались за увеличение дорожных фондов субъектов. За счет чего? Подробнее расскажет Олег Зверев. По значимости для дорожной отрасли ближайшие годы будут сравнимы с эпохой первых пятилеток. В условиях модернизации экономики и подготовки к спортивным событиям мирового значения тема развития автодорожной сети столь важна, что разговор об этом вынесен на заседании Президиума Госсовета. Его провел в Новосибирске президент России Владимир Путин. В мероприятии принял участие губернатор Николай Меркушкин. По словам главы государства, сегодня задача создать такую дорожную сеть, чтобы она служила мощным локомотивом развития всей страны. В ближайшие 10 лет необходимо удвоить объемы строительства и реконструкции дорог. Государство хорошо финансирует дорожно-строительные работы. Однако ключевой проблемой остается соотношение цена-качество. Президент также особо обозначил необоснованный рост цен на строительные материалы. Для справки могу привести, что рост цен на щебень за последние 5 лет составил 46%, на песок 79,7%. Ну это что такое? Это что это, инфляция что ли у нас такая? Ну о чем мы говорим вообще? При перевозке в соседний регион цена щебня и гравия возрастает на 20-30%, на песок до 90%. В общей стоимости стройматериалов щебень составляет от 20 до 40%. Так и напрашивается вопрос о коррупционной составляющей. Для Самарской области, где пройдут игры чемпионата мира по футболу 2018 года, дорожный вопрос особенно актуален. Нам предстоит отремонтировать и построить заново сотни объектов транспортной инфраструктуры. На заседании ряд предложений внес губернатор Самарской области. Николай Меркушкин высказался в пользу более широкого использования бетонных смесей для дорожного строительства. Такие дороги в два раза качественнее в Самарской области технологий создаются. Президент поддержал эту идею для регионов, где это экономически целесообразно. Кроме того, Владимир Путин поручил проработать еще одну тему, которую озвучил губернатор Самарской области. Это участие собственников городских сетей в ремонте дорог. Когда приходится перекладывать коммуникации, зачастую еще советских времен. Расходы на эти работы должен нести и тот, кому эти сети принадлежат. Увеличить поступление в региональный дорожный фонд можно за счет акцизов на топливо. Причем эти деньги должны быть направлены непосредственно в регионы. Это примерно добавить около 100 миллиардов рублей на дороге и отдать их регионам. Дополнительные деньги для того, чтобы можно было в более усиленном режиме дальше, скажем, двигаться в решении проблем российских дорог. В Самарской области к 2018 году будет проведен целый комплекс дорожных работ. Уже отремонтирована по самым современным стандартам дорога Самара-Тольятти. Открывается Кировский путепровод. Начинается строительство Фрунзенского моста и магистрали центральная, и многих других объектов. А учитывая нынешние решения, есть уверенность, что не только все планы будут реализованы, но и можно будет планировать новые стройки. Олег Зверев, Александр Александров, Новости губернии.